В середине мая ФСИИН выступила с инициативой о привлечении труда заключенных на крупных стройках взамен мигрантов, уехавших из России в начале пандемии. В ЦИОМ, в свою очередь, провел опрос и выяснил, что 71% россиян поддерживают такую инициативу. Сегодня мы снова поговорим про тюрьмы, и я презентую вам проект, который мы делаем вместе с Настей Брюхановой и Дарьей Бесединой. И втроем хотим запустить такую вот общественную кампанию для того, чтобы наши тюрьмы улучшились и стали выполнять свою функцию. Я уже записывал видео о проблемах понитоциарной системы. Главная ее проблема в том, что она попросту не справляется с возложенной на нее задачей, с перевоспитанием преступников, чтобы они больше не совершали преступлений. Тюремная система должна не столько наказывать человека ограничением свободы, это-то у нее, в общем, получается. Но за время заключения она еще и должна сделать так, чтобы, выйдя на свободу, бывший преступник нормально влился в общество и больше закон не нарушал. В этом весь смысл понитоциарной системы для общества, она только для этого и нужна. У нас же 54% заключенных, выйдя из тюрьмы, попадают туда снова, хотя в развитых странах этот показатель всего 20%. В прошлое видео я закончил словами о том, что система требует масштабных реформ, и настала пора эти реформы приблизить. За последний год проблема стала только актуальней. После земных митингов тысячи людей столкнулись с заключением под арест, административный арест. Вы наверняка видели фото и видео из спецприемников. Люди сидят там в беспривлечения скотских условиях. Они вынуждены ходить в туалет под камерой и на виду всех. В каких-то камерах душно, в каких-то адская жара, где-то люди замерзали. Но подумайте только, спецприемник по сравнению с тюрьмой – это еще санаторий. Там хотя бы сидят не годами, а максимум 30 суток. В куда более страшных условиях прямо сейчас находится больше 500 тысяч заключенных. Очевидно, что многие из них невиновны или получили срок, явно несоразмерный совершенному преступлению. Четверть всех заключенных в России сидят за приобретение, перевозку и хранение наркотиков без цели сбыта. Максимальное наказание за это – 15 лет лишения свободы, как за убийство. Чрезмерно криминализированные и экономические преступления. Из-за изнасилования, из-за уклонения от уплаты налогов можно получить одинаковый срок. И таких примеров много. Система устроена таким образом, что нарушив закон, или случайно оступившись, или если тебе подкинули наркотики, или тебя как-то подставили, или по политической статье ты попал в заключение. Ну так вот, человек на годы попадает в пыточные условия. Более того, он оказывается в среде, которая толкает его на повторные преступления. Система заточена на самовоспроизведение. А попасть в эти жернова в современной России может абсолютно любой человек. И это уже мы наблюдали не раз. Перед тюрьмой равны и митингующие, и губернаторы, и банкиры, и студенты с травкой, и убийцы, и те, кто оказались не в то время, не в том месте. Да и сами работники полиции и тюремной системы тоже регулярно попадают в тюрьму. Самый известный российский заключенный Алексей Навальный находится, по мнению системы ФСИН и пропаганды, в образцовой колонии. Вот как об этой колонии рассказывал Дмитрий Демушкин, который в свое время тоже отбывал там наказание. Это не точная цитата, только некоторые выдержки из его слов. Насилие там настолько ежедневная и обыденная вещь, что никто на него внимания не обращает. Там такие условия, мечтая, чтобы тебя побили и в покое оставили. Находиться там очень тяжело, руки всегда за спиной, голова опущена, разговаривать, раскачиваться и поворачиваться запрещено. Только сидеть, стоять и выполнять команды. Каждые два часа надо отчитываться и давать о себе доклад. Ночью для этого будет с фонарем каждый час. В бараке усиленного режима, пишет Демушкин, я провел 8 месяцев, холод и голод, похудел со 105 до 60 килограмм, ребра торчали. И это образцовая колония, где сейчас находится самый медийный заключенный. А что же тогда происходит в других колониях с рядовыми гражданами, которым нет такого пристального внимания? Время от времени, несмотря на сверхзакрытость системы, видео пыток попадают к правозащитникам, а потом и в СМИ. Но в большинстве таких случаев это так и остается неизвестным и безнаказанным. Когда мы с Ильей Варламовым запускали городские проекты, то одной из задач мы ставили создание общественного запроса на изменения. Многие понимали, что с городами что-то не так, но не понимали, что именно. Почему на улицах в России некомфортно, в то время как в развитых странах на улицах хочется проводить время. И тогда мы планомерно и на примерах показывали, что именно надо менять и как. Сегодня бесплатная парковка на тротуарах на Тверской выглядит дикостью, но 9 лет назад так и было. И сейчас, когда 71% россиян говорит в ЦИОМ, что они поддерживают привлечение заключенных к труду на стройках, это говорит скорее о том, что большинство ощущает огромную проблему с пенитациарной системой. 71% считает, что надо что-то менять, пусть даже прозвучала эта цифра в спорной инициативе. Сейчас самое главное это дать понять власти, что общество хочет изменений и понимает их необходимость. Мы требуем, чтобы ФСИИН выполняла свои задачи, чтобы заключенные выходили из тюрьмы и больше не попадали туда. Чтобы сама система ФСИИН перестала быть структурой силовиков и стала гражданской структурой. Чтобы заключенные получали такую же медицинскую помощь, как и на свободе. Чтобы бытовые условия были не санаторные, но хотя бы просто человеческие. Чтобы осужденные имели широкие возможности для образования, получения новых профессий и здоровой социализации. Для этого мы запускаем проект под названием «Давно пора» и сайт changeprison.ru. Ссылка на него будет в описании, заходите, когда досмотрите ролик. Самый простой и очевидный способ донести до представителей власти наши требования – написать письмо. На сайте вы можете выбрать, к кому вы хотите обратиться, или выбрать произвольного чиновника или депутата. Текст сгенерируется автоматически, но вы, конечно, можете написать его и самостоятельно. Это будет намного лучше. Обращение надо обязательно подписать и указать свои данные. Без этого вы его не станут рассматривать по закону об обращениях граждан. Мы же нашей командой распечатаем ваше обращение, положим его в конверт и отправим по адресу. Через 30 рабочих дней на такое письмо вам по закону должны ответить. Обращение можно написать и без нашего участия. Мы просто упрощаем задачу, чтобы как можно больше людей присоединились к этой нашей инициативе. Мы хотим, чтобы каждый депутат и сенатор, и каждый омбудсмен, и глава региона получили от нас как минимум два письма. Кстати, эти люди заинтересованы больше многих в том, чтобы тюремная система улучшалась. Ведь около 17% из них туда в итоге попадут. Конечно, это не значит, что сразу после того, как мы это с вами сделаем, начнется большая серьезная реформа, типа реорганизации ФСИН. Нет. Но общественный запрос и общественное давление – это очень важный шаг на большом пути. Существующая в России тюремная система – это пережиток прошлого. Это дорогостоящий, неэффективный и даже вредный государственный институт, в существовании которого в таком виде не заинтересован вообще никто. И менять его давно пора. Так что переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашей компании. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!